ой нас снимает уже ты посмотри чем я сижу снимают уже ну и что ладно я начну всем здравствуйте начало специально такое было комическое я тут ела виноград и меня застукали на горячем да кстати хочу представить своего мужа сибиряка он готовится к зиме да тут хорошо мне на самом деле на самом деле в целях экономии спасибо моей жене она хорошо к этому относится а вот я брейся раз в неделю в бане когда все распарится хорошо от уха до уха протянул раз вот так станком и дорожка я ну честно брился бы два раза в неделю было бы лучше но ладно ладно мы хотим что мы не пойдем мы хотим снять этот ролик по многочисленным просьбам наших подписчиков больше не просьбы нам просто очень много задают вопросы пишут спрашиваю относитесь к этому как вы относитесь к тому как мы то есть к третьему и пятому и десятому питанием что вы кушаете или не кушаете вообще вы кушаете или да воздухом питаетесь нет цель нашего ролика кратко так чтобы это потому что ролик будет длинным относительно посмотрим как мы справимся у нас есть 1 2 3 4 5 6 пунктов такие что мы сразу быстро вспомнили цель цель ролика поделиться нашим отношением к определенным виду определенным короче я скажу нашим отношением к еде одежде к игрушкам детским бытовым предметам в доме предметом гигиены и обработки огорода вот ролик снят я же еще раз повторяюсь потому что очень много задает вопросов как вы к чему-то относите к тому ли к тому и мы хотим с вами поделиться начнем с еды зачем тут нас детки рисуют да иногда шум и рядышком то может быть не стесняйтесь он папе на ручке можете идти все начинаем для ты смотрите еда это такой очень важные аспекты вы уже может по нашему каналу поняли что мы специфически читаемся из-за того что у мужа больна печень ему нельзя жареного мы всей семьей дружно его в этом поддерживаем потому что понимаем что жареная очень плохо влияет на организм поэтому мы отказали свое время от жареного значит мы отказались от копченого мы отказались от острова что еще ностры мы очень разваляю аджику разве что вот чеснок и лук а вот острова имеется ввиду перца мы не употребляем вообще его никуда не сыплю только горошком иногда пряный значит ты мог из магазиново сейчас я перечислю что мы всего лишь едим из магазиново иногда себе позволяю но сейчас вот пока с автошколы мы чаще себе это позволяем к сожалению к нашему твердый сыр вообще я делала его сама как бы да значит что шоколад мы едим чистый без всяких наполнителей вот это что мы себе позволяем кушать магазиново ну вот папа у нас сникерсы обожает и дети я не сладкоежка у нас что мы себе позволяем еще магазиново значит бублики сухарики я имею ввиду вот таких сладостей каких-то ну рыба мясо понятно мы кушаем да только не приготовлено селедку там будет проще сказать и чего мы отказали значит мы отказались от того что с е от того что с красителями от того что с наполнителями того что с повидлом от того что что давайте давайте я чуть-чуть и добавлю мы мороженое делаем сами конфеты делаем сами торты печем сами хлеб печем на магазин чего покупать мы за сало покупаем на рынке пока что свое не бегает еще вот так чтобы нам просто мы пробежались по всем телом темам ну чтобы не затягивать мы когда заходим в магазин мы так становимся что здесь купить а здесь для нас ничего нет кроме шоколада честно так скажу чтобы никого не обидеть в нашей семье совсем говоря совсем это это и значит совсем не употребляется алкоголь а кстати да ни в каких формах и мы проходим в магазине через отделы яда идешь под правую сторону такая полка можно поправиться метров нужно поправиться всем кроме причащения причину но мы считаем это не это мы не считаем что это алкоголь даже пиво иногда вот только безалкогольные раз нету такого как три месяца 1 40 было такое здесь нет а копия ну пойди вроде бы сюда одежда как мы относимся к одежде это так все в общих чертах ну тоже просто вот исходя из вопросов которые нам задают в личку кто-то кто-то в комментариях хочется вот как-то хоть немножечко открыть чуть дальше грани да вот наше понимание жизни наши какие-то позиции наши убеждения отношения к каким-то вещам понятно что мы все здесь не скажем вы можете под роликом кстати задавать побольше в ну поглубже в этом плане знаешь что я вчера занимался каким-то делом и думаю вот приедет нам кто-то в гости они о нас знают все а мы ничего будете открывать зато будет кому послушать это что вы только нас слушайте до нас будем сидится и так вот давай одежда одежда вернемся к тебе нас все клонит мы устали нам хорошо не могу на самом деле ночь на улице на ночь 8 часов с чем-то уже двое спят почти одна читает один рисует одежда значит нашей семье принято не носить синтетику мы синтетику не приемлем ну разве что это курточка верхняя понятно что она сделана синтетики на тело на тело вот не он меня вчера даже была ситуация мы с собой из украины перевезли теплых шапок мы их не носили потому что на тени были маленькие я вчера дело дочки шапку такую красную красивую красивую сегодня сегодня она в середине не овчиной а вот синтетикой и она поносила и 5 минут ведь мама у меня там все говорит вот так вот она ходит ее зуд у нее просто и мы ее сняли просто мы ее дадим кому-то на тело никакой синтетики вообще вообще отношение вот у нас еще тоже мы думали отношение выключено отношение к шерсти с удовольствием выносили наш такой лица ничего я носки ношу разве что папа носки которые мы подарили на день рождения вот шерстяны если на шерсть он одевает а так вот если на хлопок то одеваю да а так честно сказать у меня есть мечта такая я немножко приду в норму после родов вот носить вот мы мечтаем я поделюсь немножко в будущем когда вот чуть устаканится здесь жизнь чтобы на женщина в семье носили длинные платья юбки такие вот ну красивые не то что там старинные какие-то модные вот но вот лен хлопок вот вот прям натуральные ткани что вот чистотой вот веяло от женщины да как бы ну вот если кто понимает о чем я говорю классно не понимаете попытайтесь понять как вот но мужчины понятно вот ну об одежде принципе все вот никакой синтетики в доме и вам не советую кстати значит игрушки у нас были такие вопросы значит как вы подбираете игрушки детям какие в игрушке считаете как то скажем то что приемлемыми ну вот на какие стоит вообще тратиться какие стоит впускать дом в дом свои игрушки вы знаете вообще мечтаем отказаться от игрушек в будущем кроме конструкта да у нас в принципе сейчас так да мы когда переезжали из украины кстати сделали огромнейшую чистку в игрушках очень огромную чистку мы во первых есть очень классный совет мы его применяемся в доме советуем вам никаких неестественных игрушек в доме то есть розовых коней до типа что еще такого чего не морозят да там желтых собачек и желтых ярких какие быстро ломаются вот кстати у нас есть очень хорошее правило тоже что вам советую у нас есть пословица такая да когда мы покупаем технику мы не настолько богатые люди чтобы покупать дешевую технику еще и дешевые вещи или дешевую обувь или дешевую игрушку лучше один раз сколько было случаях когда либо нам дарили игрушку магазине покупали нас женщина на украине она на макалайчика да николая макалайчик николайчик но это на украинском до макалайчик она приносила очень много игрушек за что мы были очень благодарны за ее сердце но эти игрушки ломались на следующий день было очень жалко что женщина она потратила финансы она принесла вложила сердце а игрушки выбрасываются на следующий день что они просто вот крошились в руках но честно было жалко вот финансово этой женщины и жалко за то что такие игрушки еще продаются в наших магазинах и дети их и мамы купаю покупаются на это идут покупает можно даже даже не они реагируют на уговоры детей зная что она завтра выброситься но боятся бить ребенка и получается что просто трата денег бесполезная или боятся что о них подумают в магазине ну да да и вот но мы вот хочу то не дополнить что мы стараемся приобретать все то что практично что имеет пользу какой-то какое-то развитие не просто что там купил плюшевого мишку какой мишка посадил его на диван и он тебе добирает пыль в себя а кстати вот лучше какую-то одну игрушку но практичную три месяца чем десять до будут и аня будет играться и саша будет играться и она будет их развивать или там моторику развивать допустим мы постоянно вкладываем конструктор лего маленькими партиями маленькими конструкторами да я скажу сейчас принесу покажу сразу кстати по поводу конструктора лего ребята не жалейте на него денег своим детям очень сильно развивать моторику это то что мы советуем почему мы так сильно в него вкладываем то есть мы при любой возможности покупаем и ребятишкам лего у них уже вот сейчас муж покажет сколько она собиралась тоже скажу сделаю даже рекламу этому конструктору вот смотрите это наш весь конструктор значит это полный почти до ящики вот это все здесь на конструкторов 20 до уже на больше моя меду конструктора 20 у нас когда были не мы зарабатывали немного но когда крути но когда был заработок мы покупали на маленькие такие коробочки и так почти по чуть-чуть и детям было приятно и мы что-то можем принести и они с них посмотрите например вот ниже 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 ох да самолеты делаю машинки делаю это с разных словами совершенно вот-вот у них уже здесь лодки смотрите 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 класс смотрите совершенно в планах такого не было в инструкции это они сами катера вот сами просто выдумывает тут куча всего не делаю этот очень сильно развивает фантазию не жалейте своим детям лего я сразу же это не настоящий то есть это не оригинал вот этот что дорогой это мы покупаем обычные там не ледом называется правильно вы поняли саму суть вот лего развивает моторику именно то что про да это практично это не надоедает уже на протяжении скольких лет им этим нашим деткам и очень сильно влияет на развитие ума малыша да вы знаете можете почитать про моторику это как-то играя с мелкими детальками у детей развивается мышление и так далее ну то есть не буду углубляться в эту тему вот у нас даже иногда возникает такое вот приходит праздник какой-то нужно что-то дарить детям мы не знаем что подарить потому что ерунду себя покупать просто не хочется вот кстати тоже вот такой конструктор станут три конструктора заказе конструктора вот кстати ребята тоже кто вот родил ребенка кому-то годик вот начиная с годика у нас сашка он обожает его он уже обожает год ему он уже начинает складывать вот это все работать у него вот на такие вещи мы тоже не жалеем за одну зарплату они сами купили у нас ребятишки а два конструктора мы им подарили как бы на праздник поэтому вот такие игрушки мы советуем вам покупать ваш дом а игрушки в виде мягких ну честно вот моему малышу практичнее вот подарить фонарик допустим да анечка они от 1 фонарик как мальчику чем там не знаю машинку которая сломается через один день у нас машинки есть мы у нас был целый ящик машинок в украине мы по выбирали допустим только металлический который вот не убиваемая все вот просто вот и они ими там маленькие такие они много места не занимает они ими вот собирают себе это вот но в игрушках вроде просто это насколько тогда у нас просто мама очень много смотрит их интересует мягких мягких мы практически вот мы взяли с собой это нету я вот две куклы мягких взяла сейчас их отдаю так я же говорю что мы практически взяли самые любимые какие-то их не с украины но они здесь лежат единственное чем они играют это барби кен они играются как девочка а парни конструкторы машинки все то что мы стане приняли сегодня приняли кстати решение о том что скажешь какое решение приняли я сейчас пишите вы знаю с вами что конструкторы то есть игрушки которые лежат и к ним дети не обращаются с месяц они просто не нужны кстати да мы их просто поддаем поддаем другим людям поддаем тем у кого из детки или поддаем где-то в церковь может где-то другим многодетным семьям вот мы я можно объяснить мы не богаты что у нас много игрушек здесь завален дом но жалко просто занимает место игрушки допустим на которые не нужны то есть мы вкладываем в то что нужно детям и все а все что не нужно она не имеет смысла чтобы она лежала лежала мало того игрушки должны быть кстати обратите внимание на качество игрушек краска из чего сделаны это очень важно что маленькие особенно дети не срубит и глаза вот это наше отношение к игрушкам нечего дома держать ненужные игрушки то есть лучше пускай будет у детей 5 игрушек допустим как у нас конструктор лего вот этот большой конструктор мы в них потихоньку в кого они тихоньку вкладывают они вы видите на видео они постоянно как не снимаем они с ними играются то есть вот они прям сидят на нем днями ну бы это по видео можно кстати судить потом что у нас машинки значит маленькие вот эти знаете разные динозаврики собачки уточки мы когда-то поменяли на борщике да кто-то нам дарил вот и у нас и что у нас еще и настольные игры шашки настольные разные фишками монополия зима ушла все как бы да вот монополия развивающая в принципе что детям надо фломастеры карандаши краски да она вот так вот постоянно это развивает классно кстати по отношению к книжкам можно я скажу отдельную тему мы сейчас смотрим такого хорошего дядю стерлигово нам посоветовал подписчик один из подписчиков если вы на сейчас смотрите огромное вам спасибо потому что мы просмотрели дядька конечно грубый много с много чем мы не согласны но он сказал очень хорошую вещь про книжки сейчас мы начинаем пересматривать свое отношение к книжкам детским значит все соуслем все вымышленные эти феи рассказы и так далее я не знаю как мы что мы будем делать с мультиками да ну то есть мы еще в процессе вот этого всего формирования это просто как сейчас но и лишь кистигами мы хотим просто убрать то чтобы дети и жили реальными какими-то рассказами то есть допустим у нас там есть рассказывать о титане да где описывается христианские допустим рассказывает они описываются не ним не мое не моя а у тебя есть библия да где раз его писаться реальные истории над которыми дети могут размышлять там рассказывается как мальчик чего-то боялся потом он перестал этого бояться как пример а все сказки с вымышленными героями бабы ягами драконами так далее мы просто хотим убрать из семьи это отдельная тема мы сейчас до конца с ней еще не разобрались мы когда разберемся потом мы поделимся взять ну что давай дальше потому что застряли нас еще три пункта бытовые предметы еще в украине я говорю про то что я быстро говорю чтобы не затягивать а он поддерживает это самом деле это наша обоюдно если бы не обоюдно бы здесь просто не сидел это как знаю как в библии я моисей это мой не дали слова значит бытовые предметы и еще в украине мы приняли решение не короче выбросить из дому все ненужное типа знаете я приведу пример хозяйки меня поймут на все сто процентов мужчины потом буря может приведет пример а да с алкой металлова короче терочка значит у меня лежала подарили мне терочка одна значит такая квадратно там разные насадки вы знаете да какая она классная каждая хозяйка глаза разбегаются да особенно эти все бытовые предметы лишняя тарелочка лишняя рюмочка лишний стаканчик лишь не знаю там ложечка пускай будет потом вторую подарили пускай будет знаете сколько нам не пролежала года три и книги притронулась результате мы ее таки продали продали ли отдали не помню уже неважно продали ли отдали короче не под или при распродаже мы ее продали или просто кому-то подарили есть вещи которые то пускай будет они захламливают как бы дом наши отношения вот и мы приняли это решение еще в украине сейчас переехав мы немножко из-за того что нету своего жилья как-то но еще немножко границы размыты но в своем жиле допустим мы мечтаем видеть все деревянным ну муж может чуть поделиться да где у нас все будет деревянная то есть все практически предметы вот обратно же я больше к практичности хочу как бы склониться да вот вы видели да тарелка с винограда кстати да может вы обратили внимание что на железные миски у нас практически вся нержавей да я ее сейчас возьму не возьму потому что тут виноград расслушится брошу на пол и поставлю и поставлю обратно сюда она легкая и я положил в рюкзак чашку ваш обходи тудой положил в рюкзак это она легкая и она практичная она не побьется ее не выбросишь и поэтому приехав сюда это было первое что мы купили да мы купили практически всю нержавейку купили моя любимая чашка покажу вот моя любимая чашка литровая нержавейки очень легкая практичная вообще мы в будущем мечтаем себе иметь всю посуду из дерева я объясню просто мы приехали нам стал выбор покупать обычную посуду деревянные мы не видели вся обработанная она не знаю где еще найти ее дорогая на недорогая мы не знаем даже мы мечтаем сами сделать мы мечтаем сами сделать свою посуду а покупать какую-то у нас дети очень сильно били посуду в этом так вот у нас дети очень били посуду так ребята послушание с первого раза давайте закрываешь меня взгляд мы только отвлекаемся на вас очень у нас много тема большая очень и находятся выжиться в один ролик вот и мы разрывались между тем чтобы купить посуду обычную за там ну глиняную далеко и вот это практичная мы остановились на ней но в результате мы мечтаем перейти на всю деревянную нас спрашивают в комментариях хочу с деревянной ложкой там молоко да сгущено не мечтаете ой ними не мешаете кто спрашивал тоже поймет о ком я говорю на самом деле у нас просто не было сейчас нам подарили там наборчик ложки лопатки вот я уже начинаю наслаждаться мешание с деревянными предметами а вот ну и мечтаем перейти полностью на дерево на дерево вот так же самое мы стараемся дома не держать ничего лишнего то есть только нужно количество там не знаю ну то есть по минимуму что в доме нет не было заставлено всякую ерунду честно вот и из-за того что здесь в этом доме много не наших предметов мы их не имеем права вынести то есть честно я хожу а меня душат душат муж да тоже говорит ну поделись чтобы я не за тебя в этом плане я я лучше скажу что я уже задавленный задушенный у нас душат лишние предметы дело о том что тот кто в такие ситуации не попадал тот кто родился в своем доме жил в своем доме родители помогли там вышла замуж женился помогли с жильем вот тот кто никогда никуда не переезжал и не жил в съемном жилье паш тише пожалуйста тот не поймет что значит ты не можешь просверлить дырку что значит ты не можешь поменять место положения поменять чего-то где-то изменить интерьер допустим у еще что то еще что-то еще то есть масса всего масса бытовых дави каких-то моментов ремонт и под себя сделать не можешь полы под себя сделать не можешь что не можешь двери поправить не можешь еще что-то то есть как бы вот мы живем здесь классно слава богу не благодать и смотреть спасибо вам огромное от чистого сердца божьих вам благословений спасибо ела в примах жить ну да если хотите понять наши мечты то есть куда мы вообще стремимся и так далее да просто посмотрите стерегово не его сами убеждения именно именно сам стиль дома сам стиль хозяйства но у него на 40 гектарах на 80 на 80 на 80 у нас планируется 8 да у нас у него есть на наемные работники а вот у него уже все как бы сделано все налажено и только снимается и вот у нас есть где-то вы знаете мы берем оттуда 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 с тех источника информации с тех источника информации вот и вот тот дом который мы видим мы стараемся все знаете как не набить его последним словом цивилизации а упростить до самого до самого минимума самое необходимое самое необходимое даже вплоть до того что если придется жить без электричества ты будешь жить спокойно в нем то есть вот вот есть даже вот вот в таком направлении то есть будет электричество супер но вы же знаете ничто не вечно на этом свете может быть вы знаете вот вот это то что я сейчас скажу она не пройдет цензуру властей надеюсь у меня завтра не приедет не закроет но сама суть в том что мы все видим что финансовая система и вообще мирская экономика мира всех стран она не стабильно и она сегодня завтра может через сто лет может быть через неделю может быть через месяц мы не знаем но это может закончиться а нам еще предстоит жить нашим детям жить и мы стараемся сейчас избирать такой такое направление в пути и во всем вот этом вот по еде по одежде по игрушкам да по бытовым предметам чтобы они были простыми они были доступными наша жизнь была упрощена до такой степени чтобы дать самое самое необходимое детям и самое главное быть правильные наверное на этом мы закончим первую часть потому что видео вышло очень очень длинным мы выложим сразу же две части чтобы ну как-то не напрягать сейчас да у нас видео вот мы там на самом деле очень много тем охватываем на первой части мы закончим ждите новую часть я думаю одну за вторым и и как-то выложим пока пока